Мы с вами помним, как выглядела башня до начала реставрации. У нее, очевидно, какая-то часть была более белая, другая часть вроде как натуральный кирпич. А если мы с вами чуть-чуть поинтересуемся, погуглим, посмотрим фотографии 20 века или даже, может быть, конца 19, мы поймем, что она все время вот такая какая-то полуободранная стояла. Ну, это очевидно со всех фотографий. В рамках разработанного проекта реставрации было рекомендовано, и даже предписано, наверное, правильнее говорить, восстановить то открытие башни, которое там было исторически. Ну, что значит исторически? Какое открытие тут башни было в 15 веке, мы, честно говоря, не знаем наверняка. Есть предположения, но наверняка у нас нет фактов. А вот про 19 век, особенно в конце 19 века, мы знаем, что она была обмазанной такой известковым составом. Это не штукатурка, это не краска, это именно такая известковая обмазка. Она довольно дешево в изготовлении и довольно проста в нанесении. Просто нужно выполнять некие определенные правила, да, что по суху ее нужно носить. Не нужно это делать в дождь и когда минус 5 на улице уже. Но при этом она крайне неустойчива к осадкам атмосферным явлениям. Наиболее внимательные люди могли бы заметить, что обваливаться обмазка начала именно со стороны залива. Не со стороны двора замка, да, а со стороны залива. Ну, то есть то, откуда ветер дует. Соответственно, это явление, которое происходит в замке на протяжении, ну, уж многих-многих, можно сказать, сотен лет, да, это побелка башни, а потом ее начинает обваливаться. Нас тоже, как музей, не очень устраивает в текущий исторический период. Вот, но здесь есть некая дилемма. Очевидно, что существуют более современные составы. Скажем так, можно добавить, сделать эту обмазку не 100% известковую, а добавить в нее некие другие связующие части, которые позволят ей быть более устойчивой. Но при этом возникает вопрос, а насколько это исторично? Ну, то есть понятно, что в 19 веке там была известка без каких-либо продуктов современной химической промышленности. Я думаю, что мы поступим следующим образом. В этом году, в течение текущего года, мы устроим реставрационный совет в Выборгском замке, на который позовем ведущих специалистов, реставраторов, кто на протяжении десятков лет занимался Выборгом, и не только самое главное в Выборгом, а в принципе подобными памятниками средневековыми, где подразумевается обмазка, и зададим им этот вопрос. Можно ли внести изменения в состав этой обмазки? Что касается непосредственно вида башни, то здесь совсем все просто. В федеральном законе об охране памятников говорится, что подрядчик несет в течение пяти лет гарантийное обязательство. Поэтому в этом году все, что начало отслаиваться, будет восстановлено. Я думаю, что леса они ставить не будут, потому что одна установка лесов тут займет месяца 2 или 3. Им придется работать сверху, то есть это будет вывешивание каких-то промышленных альпинистов. Башню. Ну, слушайте, тоже надо начать изначально, вернуться на несколько лет назад. Мы с вами помним, что до того как началась реставрация башни, туда можно было купить относительно недорогой билет, и зайти просто по одному этому отдельному билету из внутреннего дворя башни. Можно было пройти по лестнице, которая шла наверх, и погулять по смотровой площадке, и также спуститься. У вас только наша Галина Вячеславовна, наш смотритель, проверяла билеты внизу на входе. Что же изменилось с тех пор? Ну, помимо того, что башню отреставрировали, из башни, скажем так, вынули, удалили все старые деревянные леса, которые там стояли в середине. Вот теперь нам уже даже сложно представить, как это было, а это было всего лишь пару лет назад. А сейчас там единое большое пространство, от которого потенциальные посетители отделены только вот этим вот лестничным ограждением. Второе существеннейшее изменение внутри, которое вот незаметно снаружи, это то, что в рамках этого этапа реставрации был разобран пол, по которому мы с вами заходили. Помните, мы поднимались по крыльцу, да, и попадали сразу не на ярус, а мы шли по какому-то такому каменному полу. Так это на самом деле был пол не каменный, а асфальтный. Он был выполнен из асфальта в начале 20 века. И под ним еще фактически целых два яруса башни. Так вот этот пол был полностью разобран после демонтажа лесов, и оттуда было вынуто фактически 6 или 7 метров грунта. Соответственно, там теперь, с позволения сказать, пропасть. То есть, если мы воспользуемся старым входом со двора, то мы не придем никуда, мы придем просто к провалу. Старая лестница металлическая не доходит до этой части. Поэтому подняться по ней сейчас со двора в башню, ну, это физически невозможно. Это сделать физически невозможно. Почему это так? Ну, мы с вами помним, что это только первый этап реставрации, да, и в рамках второго этапа реставрации подразумевается обустройство лифта или лифтовой площадки внутри башниста Олафа, реставрация существующей лестницы и, возможно, появление еще одной лестницы, идущей в противоходе на несуществующей. Посмотрите, пожалуйста, на госзакупках. Я надеюсь, что там уже появился очередной конкурс от Министерства культуры на проектирование вот лифта и так далее. Мы буквально на протяжении нескольких последних недель очень плотно с ними работали, вместе с органом охраны памяти Ленинградской области, вместе работали над будущим техническим заданием. Надеюсь, что в этот раз все получится. Потому что предыдущий конкурс, как вы помните, не состоялся в связи с отсутствием желающих проектировать наш лифт. Но это объективно сложное техническое решение. Да, да, и, конечно, нужно на проектировку. Это очень сложный конкурс. Здесь дело не просто нужно запроектировать лифт. Нужно, с одной стороны, соблюдать все требования законодательства об охране памятников, а, с другой стороны, безопасность. То есть это определенные площадки, допуски и так далее. Это действительно непростая работа, которая потребует соединения такого сплава. И реставрационного мастерства, с одной стороны, чтобы не навредить памятнику. А, с другой стороны, достаточно серьезных лифтовых технологий, возможно, иностранных, которые позволили бы с комфортом пользоваться. С точки зрения сроков кончения раку года, это еще 3-4 года. Проектирование, прохождение экспертиз, строительство, непосредственно пуска, навадка. Но, как только в прошлом году были сняты леса с часовой башни, с башней Олафа, прошу прощения, то в наш адрес стало поступать небольшое количество обращений относительно того, что, ну, почему же вы не пускаете на отреставрированную площадку. Вот с журналистами вы сходили, вы всем показали, как стало здорово. Она действительно стала шире и комфортнее там находиться. А ходить туда нельзя. И именно поэтому мы с коллегами предположили, что, наверное, настало время раскрыть одну из тайн Выборгского замка и рассказать всем о том, что у нас есть проход в башню не только снизу, не только со двора, но есть проход туда с третьего яруса основного корпуса замка. Как вы понимаете, проход с третьего яруса подразумевает не просто попадание, проход через музейные лестницы, да, прям проход через музейные пространства. Поэтому нами было принято решение о том, что невозможно будет, ну, невозможно купить билет на башню отдельно, что нужно, его можно приобрести только в случае, вместе с приобретением билета на все музейные экспозиции Выборгского замка. Кроме того, в силу того, что нет ограждения, есть только лестничное ограждение, и, как я вам сказал, объем там внутри достаточно большой, нами было принято решение, что мы не будем пускать туда несопровождаемых посетителей, чтобы не создавать противохода. Ну, это может быть просто опасно. Да, у кого-то закружится голова, он перегнется через перила, и, к сожалению, может случиться что-то нехорошее. Поэтому мы пускаем туда группы только в сопровождении, и не просто в сопровождении, а с нашим экскурсоводом, который рассказывает гостям Выборга, Выборгского замка, непосредственно об истории башни стволов, о ее строительных этапах. Таким образом, получается, что полная стоимость составляет 500 рублей. Это полный музейный билет, это билет на башню с экскурсионным сопровождением. Сейчас мы понимаем, что существует очень большой запрос со стороны гаража на посещение башни, но они не хотят идти в музей, в котором многократно бывали ранее. Мы понимаем это желание, поэтому что мы предполагаем сделать? Мы предполагаем вести несколько экскурсий в те часы, когда музей уже не работает. То есть все равно нам придется пройти насквозь, других сейчас физических вариантов не существует, но это уже будет вне часов работы музея. Например, это будет экскурсия в 18.30 и в 19.30. Очевидно, что по стоимости они будут отличаться, потому что не будет нужно платить за билет, стоимость их будет составить просто 150 рублей с человека, но, тем не менее, это будут сопровождаемые визиты. То есть по-прежнему мы очень поклонимся о безопасности как посетителей, так и памятника архитектуры, поэтому это будут группы по 20 человек максимум сопровождаемые. И я думаю, что в таком вот временном режиме мы будем существовать до того этапа, когда начнется и завершится второй этап реставрации башни Стоулафа. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что начиная с прошлого года мы ввели бесплатный день для посещения. Каждая третья среда месяца Выборгский замок открыт для всех желающих бесплатно. И я думаю, что как только мы разберемся с количеством сотрудников, которые у нас будут допущены до проведения экскурсии, до посещения башни Стоулафа с посетителями, то и в эти среды посещение башни Стоулафа также будет бесплатным. Но, повторюсь, точно так же только в составе сопровождаемых групп. Реставрация идет в общем и целом по плану. У нас там, в отличие от коллег в Монропо, никаких сроков, таких значительных срывов не будет. Ну, в силу того, что наш объект, очевидно, проще. В Цегаузе уже почти полностью залито перекрытие. Скоро приступит как на доме наместника, так и на Цегаузе к установке кровли. Подземный ход рядом в стиле Северного Уоа, рядом с Цегаузом фактически уже отреставрирован. Там красиво и хорошо. Работы продолжаются довольно сложно. Сейчас у нас будет этап с перекладкой сетей электрических. Ну, то есть один этап мы провели еще до наступления зимы. Сейчас будет второй этап. Но он также будет проходить на территории, на которую сейчас посетители попасть не могут. Так, и часовая башня. Значит, да, действительно, среди жителей города возникает вопрос, а почему колонны светлые? Колонны именно в верхней части нынешнего уровня звона, то есть того места, где находится смотровая площадка и располагается колокол. Действительно, до реставрации они казались чуть темнее, ну не чуть темнее, а темнее окружающего фона. При этом эти колонны никогда не были выполнены ни из какого гранита. они были покрыты такой довольно специфической обмазкой под рукавицу. Даже не обмазкой, а штукатуркой под рукавицу. Состав этой штукатурки хорошо известен советским реставраторам, потому что они ее воспроизвели. То есть, по сути, они воспроизвели или дополнили, мне сложно сказать, в каком она была состоянии вот на момент 60-х годов, в какой объем там был утрат. После дам финских реставраторов 20-х годов. То есть, колонны выложены из кирпича, они были оштукатурены цементом, неизвестью, и в этот цемент в большом объеме были добавлены отсев, крупный отсев, и битое стекло. Таким образом получилось, что они темнее. Но и сам цемент темнее, чем белая звездковая маска. И плюс вот за счет этих мелких элементов. Впервые эти темные колонны появляются, как я сказал, в 20-е годы. То есть, если мы с вами посмотрим фотографии более ранее 19-го века, колонны тон в тон совпадают с остальной башней. Почему так это было сделано? То есть, почему Мюрман, может быть, не лично Мюрмана, Мюрман и его команда кто-то приняли решение сделать, их таким образом оттенить, сейчас сказать сложно. Одна из рабочих версий, потому что они ориентировались на одну из первых фотографий часовой башни, и там они оказались в тени. И им показалось это возможным к воплощению. В рамках текущего проекта автор проекта принял решение отказаться от этих темных колонн. То есть, подведем итог, никакого каких гранитных колонн там не было. Там была цементная, даже не известковая, а цементная штукатурка с добавлениями гранитной крошки и битого стекла, от которой сейчас, насколько я понимаю, вполне сознательно авторы проекта отказались. Не берусь судить, насколько это оправданно или неоправданно. То есть, мы с вами привыкли к немножко другому облику башни, но то, что это было исторически, это возможно, это совершенно очевидно. Ну, наверное, здесь можно просто поискать фотографии 80-х-90-х годов XIX века и довольно они в хорошем качестве существуют в интернете. Это, в общем, видно. Не требует никаких дополнительных изысканий. Балясины. Слушайте, Балясины, да, этот вопрос тоже такой, он очень схож с вопросом про колонны. То есть, Балясины в какой-то момент появились на числовую башню. То есть, нельзя сказать, что они там были всегда и изначально. Можно найти массу фотографий, в том числе 20-го века, даже не 19-го, где этих Балясин нет. В рамках существующего проекта Балясины эти есть. Поэтому я думаю, что они будут установлены. Другой вопрос, нужно ли их туда устанавливать, тоже вопрос, ну, для меня, по крайней мере, открытый. Да, но я не являюсь в данной ситуации ни в коем случае автором проекта, да, и я не могу давить ни на реставраторов, ни на орган охраны. А физически Балясины есть, они изготовлены, они находятся на площадке. Установить их туда не так сложно, леса для этого ставить не нужно, потому что на этот карниз можно выйти через окна. Когда началась реставрация часовой башни, часы были остановлены, механизм был демонтирован и отправлен на реставрацию в Петербург. Механизм был отреставрирован достаточно бережно и возвращен на место. Сейчас мы знаем, что он запущен, происходит наладка часов, их отстраивают, они то немножко вперед убегают на пять минут за сутки, то чуть-чуть отстают. Специалисты, пока что еще реставраторы над этим работают. Мы очень просили их и просим, и даже обратились в письменном виде в том, чтобы нам музею, как пользователю, было выдана письменная официальная некая инструкция относительно эксплуатации часов. Это очень важный документ, потому что ранее его не было. И в этом документе будет отражено не только правила обслуживания, регулярного технического обслуживания часов, их настройки или наладки, но в том числе и правила посещения башни. Мы, как пользователи, настаивали в свое время, чтобы на башню можно было подниматься. Там находится потрясающая смотровая площадка, на нее есть люк, на нее можно подняться, но, конечно, она значительно меньше, чем смотровая площадка башни Святого Олафа. Уровень расположения часового механизма несколько ниже находится, мы, когда поднимаемся на смотровую площадку, мы как раз оказываемся над часами. И мы, как музей, планируем, что подняться туда будет можно. Но в силу того, что пространства там не очень много и последний марш лестницы, это просто вертикальная фактически лестница, ведущая наверх, она накладывает некие ограничения на девушек в платьях и на шпильках. Мы понимаем, что посещать, посетить часовую башню можно будет, скорее всего, только либо в составе организованной группы, причем небольшой, в 10-12 человек, либо мы будем вынуждены каким-то образом искусственно ограничивать количество посетителей, то есть, например, один смотритель будет вверху, будет внизу, мы не будем допускать встречного движения, и мы не можем допускать, чтобы это было слишком большое количество людей, именно в силу опасения излишней антропогенной нагрузки на памятник. Леса, перекрытия в башне деревянные, многие из них, за исключением верхних совсем ярусов, которые сгнили за протяжением последних 20 лет, остальные ярусы деревянные, они в очень хорошей сохранности, они тесаны еще топором, возможно, эти деревянные элементы относятся даже не к 19-му, а к 18-му веку, и поэтому свободный доступ туда, конечно, будет затруднен. в любом случае непосредственно принимать решение мы будем уже после завершения реставрационных работ, после того, получим все инструкции по эксплуатации башни часового механизма от реставраторов, но, подчеркну, мы как музей-заповедник, мы настроены на то, чтобы поднять, хоть и пусть какая-то ограниченная возможность подняться туда, но она была. Кроме того, понимая то, какой интерес часовая башня вызывает и у жителей города, и у гостей города, мы бы хотели договориться вместе с жителями двора по улице Крепостной, Крепостная 5, да, субашняя ныне находится во дворе, восстановить решетки, кованые решетки во двор, и на вечернее ночное время эти решетки закрывать, потому что, конечно, жителям будет очень тяжело, когда большое количество желающих фактически будут круглые сутки заходить к ним во двор, да, это может быть некомфортно, мы это тоже прекрасно понимаем, мы готовы прислушиваться к жителям, наверное, скорее всего, повторюсь, это будет вариант, когда мы восстановим кованые ворота с улицы Крепостной по историческим изображениям, там навесы, ну, то есть петли сохранились, оставим калитку, которая, наверное, будет открыта, ну, например, там с 9 утра до 9 вечера, остальное время мы дадим возможность жителям домов, окна которых выходят в этот двор, а их там, ну, как минимум, два, ну, если брать соседние, которые слева, там высоко, окна, может быть, их не так не беспокоит, но, тем не менее, может быть, и три, отдохнуть от внимания, потому что мы понимаем, что внимание будет очень такое высокое. Иван, мы надеемся, что будет обслуживать часы, он сейчас учится в университете культуры в Петербурге на втором курсе, ему еще осталось два года учиться на бакалавриате, но по возможности он к нам приезжает, общается вместе с реставраторами, очень важно, чтобы именно он получил вот эту информацию о рекомендации в будущей эксплуатации, в том числе в мельчайших деталях. Понятно, что не только то, как заводить и остановить часы, или там немножко отстроить их ход, но есть ряд нюансов, связанные там с составами смазки и так далее, которые очень важны, чтобы они были, ну, был непосредственно человек, который бы это знал, чтобы это было не только зафиксировано в документах, в бумагах, но и был непосредственно опыт этого использования, поэтому, конечно, мы будем надеяться, что Иван продолжит свою службу после окончания реставрации башни. Действительно, в прошлом году за счет бюджета Ленинградской области были отреставрированы два домика, Выборгская 8 и Выборгская 10, но Выборгская 10 находится внутри комплекса здания Лененерга, поэтому, ну, просто прошу поверить на слово, что она отреставрирована, мы ее используем в наших музейных целях, не связанных с публичным показом коллекции, да, то есть туда временно могут перемещаться какие-то артефакты, найденные археологами до обработки и так далее. Выборгская 8 реставрация завершена, более того, там создана экспозиция, и мы в сезон, в мае, может быть, в июне, это больше связано с нашим рабочим графиком, то есть нам нужно увеличить штатную численность музея, да, у нас теперь больше объектов, а наш учредитель, комитет культуры не очень хочет на это идти, пока что, и мы находимся пока что в переписке, скажем так, выделить штатную единицу, то Выборгская 8 открывает свои двери для посетителей. Мы будем рассказывать непосредственно об истории вот такой вот, ну, теперь уже так сложилось, уникальной постройки 16-17 века, сохранившейся, дошедшей до наших дней через очень тяжелую историю, но тем не менее. Мы покажем там предметы, конечно, не оригинальные, реконструированные по чертежам, которые предоставлены были российскими и европейскими реставраторами, предметы мебели, обихода, кровать, в том числе кровать для, люлька для младенца, младенцы из богатой городской семьи сделаны по образцам из Северной Европы. То, что касается башни-ратуши, работы там были завершенные фактически, реставрационные, но, повторюсь, в этот объем работ, также как на часовой башне, кстати говоря, не вкладили работы по устройству освещения, систем безопасности, доступа, видеонаблюдения и, конечно, на них входили работы по созданию экспозиции. Сейчас музей-заповедник ведет эти работы. Мы уже подключили важную ратушу к электричеству. В мае, как только вот у нас погода нам позволит, у нас, наконец, окончательно расставить снег, мы приведем в порядок лестницу, которая ведет там в приемах. К сожалению, она тоже не вошла в контракт на Министерство культуры и подрядчик не мог ее делать, скажем так, да, у него не было выделено это финансирование, на что мы неоднократно указывали в Министерство культуры, но, тем не менее, это придется делать за счет музея-заповедника, не за счет каких-то дополучных бюджетных средств, а именно за счет непосредственно музея-заповедника. И мы там планируем также разместить экспозицию, рассказывающую непосредственно об истории башни Ратуши. Башня Ратуши это памятник фортификационный, в отличие от часовой башни, да, это одна из двух сохранившихся башен ранней средневековой городской стены. Мы будем рассказывать, почему она называется башня Ратуши, о том времени, когда там находился арсенал, то есть хранение оружия, да, покажем образцы этого оружия, которые там могли храниться, а скажем о той истории в том времени, когда башня была въездной башней, а башня была въездной башней в город, скажем о том, что какое-то время башня была колокольней, находящейся рядом собора, служила колокольней. Конечно, об этом мы тоже расскажем. Мы планируем, что в этом году мы откроем экспозицию. Да, действительно, уже и в Выборге стала хорошей традицией, что музеи, все выборгские музеи, на ночь музеев предлагают какие-то необычные программы. Сейчас я бы не хотел раскрывать, наверное, все карты, потому что вот у нас буквально последние дни, когда мы должны все утрясти, договориться со всеми партнерами, но я могу пообещать, что в этом году мы предложим впервые в нашей истории уникальную экскурсию в рамках именно ночи музеев, экскурсию, включающую в себя посещение всех средневековых башен Зайбарга. То есть это будет круглая башня, это будет башня ратуши, это будет часовая башня, это будет башня Святого Олафа. Это будет продолжительная экскурсия, то есть это будет как минимум два часа, мы предложим несколько вариантов, то есть она будет не единственная. Одну из этих экскурсий проведу я сам, остальные проведут мои коллеги. следите за объявлениями, я думаю, что в течение недели-двух мы все анонсируем. Часы работы Выборгского замка будут продлены и также Выборгский замок после уже завершения всех экскурсий пригласит всех на концерт здесь под открытым небом. Несмотря на то, что это будет май, мы очень опасаемся, когда будет погода, но тем не менее такая договоренность достигнута, это будет, я думаю, что таким хорошим завершением. Я знаю, что наши коллеги из Монропо и из Эрмитажа, в том числе из Блиотеки Алта, из Музея Ленина, из Зала Воинской Славы и Баир Музей Военной Истории Карельского Перешика все готовят свои программы на ночь музеев, все будут активно участвовать. Я думаю, что действительно в ближайшее время мы уже сможем их проанонсировать, даже выложить на наш некий общий веб-сайт, над которым мы сейчас работаем. Продолжение следует...